Сегодня Союз Добровольцев России и администрация губернатора края презентовали Центр поддержки общественных инициатив и некоммерческих организаций. Можно сказать, что это их совместный проект. Идея его создания принадлежит региональному отделению Союза Добровольцев России и в частности его руководителю Кристине Рахмановой. Она начинала свой путь как обычный волонтер, поэтому прекрасно понимает, с какими трудностями приходится сталкиваться тем, кто хочет свою деятельность зарегистрировать официально. Центр поддержки общественных инициатив и НКО нацелен на то, чтобы обучить, в том числе поддержать, рассказать и как можно больше общественных организаций вывести на более профессиональный уровень работы, чтобы было больше президентских грантов, чтобы было больше выигранных грантов Нурники или других каких-то компаний, которые сегодня разыгрывают гранты регионе, чтобы было более грамотные общественники, и мы могли, собственно говоря, создать свое какое-то сообщество. Волонтеры, представители общественных некоммерческих организаций Здесь смогут получать бесплатное консультирование по самым разным вопросам. В частности, как правильно оформить свою организацию, как заполнять документы, писать отчеты, подавать заявки на гранты. В центре будут работать опытные бухгалтеры и юристы. Пока финансирование центра идет из средств президентского гранта. Напомним, в ноябре 2017 года Союз добровольцев России выиграл 3 миллиона рублей. В дальнейшем организаторы этого проекта рассчитывают на поддержку краевых властей. Сейчас очень востребованы некоммерческие организации, и требования к ним возрастают с каждым годом, и возрастает внимание и правительства, и президента. Динамика даже средств, выделяемых, она впечатляет. В 2012 году это был 1 миллиард рублей, а в прошлом году 7 миллиардов рублей, а в 2018 году уже 8 миллиардов рублей. На сегодняшний день в Забайкалье зарегистрировано около 900 НКО, и это далеко не все, кто занимается благотворительностью и социально ориентированной работой в крае. Поэтому организаторы уверены, центр будет востребован. Его официальный адрес – Костюшка Григоровича, 7, кабинет 217. Получить более подробную информацию можно и на сайте добровольца Забайкалья РФ. Светлана Тулунова, Анатолий Тюльнев. Время новостей.